За что любят листовую капусту? Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых и третьих, я сейчас расскажу. Для начала, друзья, давайте определимся, что же такое листовая капуста. Листовая капуста это не та, которая по каким-то причинам не успела сформировать качан. Листовая капуста никогда не формирует качана. Потому, собственно, она и называется листовая капуста. В Японии очень любят. Кстати, не только. В Японии уже во всем мире листовую капусту под названием мизуна. Как-нибудь расскажу о ней. В Китае пак чой. Есть еще капуста декоративная. По осени, пожалуй, это один из самых красивых цветов. Именно цветов. Посмотрите, что такое декоративная капуста. Если вы вживую не видели, вы обязательно станете ее поклонником. Ну, а вот это вот, то, что я вам показываю, это капуста калея. Калея. Ее еще называют кейл или брунколь. Вообще, названий у нее много. Настоящая красавица на клумбу с цветами. Можно смело высаживать. А какое разнообразие у листовой капусты калея. То есть, есть формы и сорта с гладкими листочками, с гофрированными, с ажурными. Я уж не говорю про цвета. Цветов зеленая, розовая, желтоватая и даже фиолетовая. Как я уже сказал, калея никогда не формирует качанчика. Зато формирует целое море витаминов, белков, аминокислот, минеральных веществ. Те, кто занимается здоровым питанием, считают, что капусту калея нужно включать в ежедневный рацион. Только тогда будешь абсолютно здоровым. Не знаю, верить или нет, но во всяком случае, немножечко подвинуть старую добрую белокочанную капусту все-таки стоит. Как выращивается калея? Да, в принципе, абсолютно так же, как и обычная капуста. Вернее, даже другие виды капуст. Белокочанная, брокколи, кальраби, ну и остальные. Очень холодостойко. То есть, в принципе, можно ее сеять в открытый грунт сразу же после того, как сошел снег. Но, если вы хотите пораньше получить все-таки продукцию, лучше калея выращивать рассадой и высаживать уже, ну, как минимум, где-то 30-40-дневную рассаду. Вообще, ей для формирования листочков, которые уже можно спокойно, без ущерба для дальнейшего роста кустика, нужно где-то 70-75 дней. Ну, а дальше, смотрите, можно, как вот в любительских огородах, по листочку срывать. Если вам нужно совсем немного, либо уже весь куст. И так практически все лето до зимы. Кстати, заморозков калея не боится. Даже если будет отрицательная температура, она не подмерзнет, а, кстати, станет еще вкуснее. Некоторые огородники, наоборот, любят ее чуть-чуть подморозить. Говорят, тогда она просто бесподобна. Когда будете покупать семена, а выбор в семенных магазинах и садовых центрах сейчас достаточно большой. То есть я видел в одном садовом центре 15 сортов калея. Так вот, обращайте внимание не только на красивую картинку, но и на то, какой сорт. Ранний, среднеспелый или поздний. Опять же, какой куст у него. То есть есть высотой 90 сантиметров. Представляете, 90. Это почти по пояс. А есть такие коротышечки 30 сантиметров. То есть высота и, кстати, ширина куста у разных сортов разная. Это вам пригодится, когда вы будете сажать. Потому что чем шире куст, тем, естественно, его надо реже сажать. И, конечно, вкус у разных сортов тоже разный. Есть листочек совсем-совсем нежный. Есть погрубее. Есть чуть-чуть с горчинкой. Кому-то даже нравится с горчинкой. А кому-то, наоборот, хочется, чтобы он был похож на нежный-нежный салатик. Так что выбрать сейчас есть из чего. Выбирайте то, что вам понравится. Капуста калея очень несложна в выращивании. Зато принесет вам много радости и здоровья.